еще одна замечательная функция в окне анимация это экспозиционный лист вы можете попасть сюда нажав на этот значок в x-листе вы можете увидеть кадры которые вы сняли здесь я вот например снял эти 15 кадров и сейчас камера остановлена на 16 кадре они обозначены вот этими иксами в колонке экспозиции вы также можете видеть звуковую дорожку если она загружена и вы можете добавлять сюда заметки это отличный способ визуально отслеживать то что вы снимаете в виде таблицы концепция x-листа уходит корнями еще крисованной анимации по кадровой анимации где нужно было все планировать особенно если у вас задействован звук нужен был какой-то определенный план чтобы показать точно где нужно было вставить ту или иную форму рта или перемещение персонажа и аниматоры всегда использовали эти распечатанные экспозиционные листы на съемочной площадке вы также можете сделать это из dragon frame вы можете нажать эту кнопку распечатать и программа распечатает ваш экспозиционный лист когда вы будете распечатывать x-листы вам нужно будет указать конечный кадр то есть сколько всего листов нужно будет распечатать до конца сцены здесь вы видите что это отображает название продакшена название сцены и дубль вы также можете сюда вписать и имя аниматора здесь вверху справа у нас есть колонка добавить где можно добавить аудио дорожку там отдельные кадры экспозиции они уже у нас есть поэтому у нас не отображаются а вот это добавить файл это новая функция если вы уже сделали много кадров много двигали кадра много редактировали то эта штука покажет вам оригинальный номер кадра здесь это просто пустая такая колонка для заметок там можно иногда что-нибудь записывать пометочки эти колонки можно двигать просто вот взять за верх колонки и перемещать куда вам нужно также можно и удалить колонку зажав control и кликнуть удалить в колонке заметки есть классная функция которая называется alert предупреждение это значит что если я например напишу заметку включить свет на третьем кадре просто чтобы чтобы не забыть потом включить свет вот вы можете нажать на этот маленький ромбик и когда вы будете снимать уже на втором кадре перед тем как снять третий кадр компьютер вам выдаст такое предупреждение не забудь включить свет так что нужно будет сначала отключить уведомления прежде чем перейти дальше к съемке так что это вот такая полезная функция чтобы напомнить себя чем-то важным чтобы не забыть продолжая темы x листов здесь также можно рисовать траектории движения карандашом например отсюда сюда или отсюда сюда то есть это может пригодиться или же для себя или если вы снимаете с другим аниматором чтобы удалить можно кликнуть два раза на кнопочку удалить а также здесь есть и такие другие дуги их можно менять форму и так далее вы можете видеть что я уже здесь снял несколько кадров я нажму play тут у меня в середине есть такое интересное мигание когда кубики съезжаются меняют цвета все эти кадры представлены здесь вот такими иксами их можно менять прямо здесь и знаю я показывал вам в предыдущем видимо видео что можно редактировать кадры на таймлайне но вообще-то их можно редактировать здесь так что я могу например взять вот этот повторяющийся фрагмент с 10 по 15 кадр нажать shift клик и копировать и теперь я могу нажать сюда и выбрать вставить с перезаписью и если я сейчас нажму воспроизвести то увидите что секвенция удлинилась так что все эти команды копипаст могут быть сделаны прямо здесь в x листе также можно поставить кадры на удержание если я выберу кадр и наведу курсор на него то появится такая стрелочка удержания если потянуть вниз то эти кадры будут на удержании наверное это не лучшее место да окей я отменю это действие control z вы видите насколько разнообразны функции да другие команды типа скрыть или удалить тоже можно сделать здесь с помощью иконок и если мне нужно скрыть какой-то кадр я могу выбрать его здесь опуститься вниз и нажать кнопку скрыть и теперь этот кадр скрыт в секвенции увидите он до сих пор занимает место поэтому если вам это мешает то можно скрыть скрытые вот эта маленькая иконка а также иконка удалить и удержание здесь есть есть еще функция размер текста можно увеличить текст и сделать его большим то есть это удобно если вы работаете с большого расстояния от компьютера если нужно анимировать с трех с четырех метров и работать с пультом и видеть номера кадров в x листе так что мы добавили эту функцию для удобства но на самом деле здесь есть три размера текста 1 2 и 3 если вы хотите прям совсем old school то можно включить такую функцию как старая бумага еще одна вещь которую нужно знать это то что в этой же области находятся наши слои я сделаю еще одно видео по этим слоям вот здесь вкладочка слои